Всем привет! Сегодня я буду готовить вот такие вьетнамские весенние роллы, заполненные хрустящими свежими овощами и креветками. Смотрите, как я это делаю. Первым делом сделаем соус, чтобы он настаивался, пока мы будем делать наши роллы. Я примерно такой соус делаю. Три столовых ложки рыбного соуса. Примерно. Понятно, все на вкус, потом можно будет регулировать. Вот так. Где-то у меня столько рыбного соуса. Где-то одну столовую ложку соевого соуса. Сюда же выжимаю пол лимона. Эти все соусы, все это можно купить в этом, в азиатских магазинах. Косточки выберем потом. Добавляю две столовых ложки такого сиропа из светлого коричневого сахара. Я добавляю где-то, я начну с полторы. Вот так это все должно перемешаться, соединиться. И будем добавлять все остальное. Вот, растворяем это все и начинаем потихоньку добавлять. Грубо порубленный чеснок. Грубо порубленный чили. И грубо порубленный кориандр. Или... Как он называется? Свежий кориандр, подскажите, называется... Вот, не могу вспомнить. Вот это все смешивается. И даем вот этому всему настояться. И пробуем рыбный соус и соевый соус. Это соль. Чили. Это у нас острота. И все вот это пробуем. Насколько нам все это подходит. И регулируем. А коричневый сахар или вот такой вот соус, как я пользовалась, это сладость. Понятно. В таких азиатских блюдах должна быть перфектная комбинация сладости, кислоты, остроты и соли. Поэтому находим свою. Вот так. Вот этому всему даем настояться. И будем делать наши роллы. Окей. Моя начинка для роллов. Я выбираю такие хрустящие овощи. Вот у меня столбиками нарезанная морковка. Вот такими вот совсем тоненькими. Огурчик нарезанный столбиками. Полосочками нарезанный такой вот салат. Столбиками нарезан зеленый лук. И креветки уже очищенные и сваренные. А сами роллы будут заматываться вот в такую рисовую бумагу. Сейчас покажу, как я это все делаю. Вот. Вот такие вот они, эти рисовые бумажечки. Они такие, как бы их нельзя крутить еще, когда вот они в таком состоянии. У меня они по-разному приготовляются, подготавливаются. У меня на пачке было написано замочить в теплую воду и промокнуть полотенцем. Замачивается буквально на несколько секунд. Вот так вот в теплую воду они должны стать такими мягкими, чтобы с ними можно было работать. Вот так 10-15 секунд, пока они не размякнут. Так, я думаю, еще немножко. Вот, начинают они менять консистенцию и форму. Вот, я буду доставать. Вот, бумажечку я свою выложила. Вот так промокнула ее с одной стороны и с другой. Это как-то, это как описать, это совсем тоненькие-тоненькие рисовые блинчики. Так, разровняла, как смогла. Не хотим это все разорвать и оборвать. И, в принципе, будем наполнять. Для начинки я беру вот овощи, которые у меня есть. И вот так вот выкладываю где-то пару сантиметров от там, где нам придется их еще заворачивать, правильно? Так, положила немного морковки. Немного огурчика. Зеленого лучка наполнила. Овощи, конечно же, регулируется все. Потому, кто хочет, как, зачем и почему. Но главное не это. Это кориандр мой свежий. Сейчас я выложу креветочки. Раз, два и три. И все это, вот так, пару полосочек салатика. И будем начинать заматывать. Вот так вот. Закручиваем это все в первый раз. Вот так вот, прижимая все хорошенько. Закрываем концы. И дальше закручиваем. Вот такие вот роллы получаются. Делаем еще один. Делаем второй наш ролл. Хотела сказать, это все, конечно, овощи, какие выбираете, начинку. Можно наполнять мясом, рыбой, другими вещами, которые вы любите. Я наполняю так. У меня была цель сделать их легкими. Поэтому, как бы, я такие легкие овощи и креветочки, и все. Наполняем. А так все, кому какая фантазия. И кто, что хочет. Вот, в принципе, все легко и просто. Такую рисовую бумагу можно найти и в соусах, и в азиатских магазинах. Было бы желание, как бы. Дополнили. И заворачиваем. Закрываем. Прижимаем. Закрываем концы. И закручиваем. Вот такая весна в ролле. Вот такие вот получаются роллы. Сейчас я один разрежу, покажу вам. Внутри они очень легкие, весенние, красивые. Вот такие вот получаются красавчики. Пробуйте ее в рецепт, если хотите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...